Приветствую вас, и давайте разберём ваш вопрос. В первую очередь, наверное, то, что важно было бы отметить, это то, что со страхом бороться не надо. Страх это, как ни парадоксально звучит, вероятно, то, что в общем и целом нам нужно. Нам нужен страх, нам нужны эти чувства, вот. Другой вопрос, конечно, как они на нас влияют, и вот если вы пытаетесь бороться со страхом своих, если вы пытаетесь с ним, допустим, что-то делать, да, то, конечно, вам достаточно тяжело. Но чем больше вы будете со страхом, тем больше он подавляется вами, и тем, соответственно, сильнее он на вас влияет, тем сильнее он на вас оказывает воздействие. Что, на мой взгляд, не может идти вам на поле, вот. Поэтому здесь важно, чтобы вы этот момент понимали и не боролись, не боролись. Ну, со страхом, чтобы вы не боролись с ним, чтобы вы не пытались боролись. А наоборот, отдавались ему, наоборот, позволили ему быть, вот. Позволили ему, ну, присутствовать в вашей жизни. Вот. То, о чем вы говорите, по крайней мере, как мне кажется, то, о чем вы говорите, это... по моему, ну, на мой взгляд, на мой взгляд, это про потерю контроля. То есть, вот, но, именно, именно, эээ... про страх. Страх, эээ, страх того, что... эээээм... вы потеряете контроль и что-то с вами с вами проявило... 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 Ну, ладно. То есть, ну, вы можете бояться потерять контроль, контроллер здесь. Соответственно, соответственно, на мой взгляд, скромный, вам нужно как раз работать над тем, чтобы, значит, учиться отдаваться чувству страха, учиться отдаваться потере контроля, который может быть учиться, слышать себя, свои чувства, свои переживания, свои эмоции. Сейчас вы этого не слышите, как мне кажется. От чего, собственно, и, на мой взгляд, страдаете. Разобрать нужно страх смерти. То есть, ну, с чем он связан. Вот. То есть, страх смерти, как правило, как правило, коррелирует с не очень понятным для человека смыслом жизни. То есть, ну, то есть, когда человек не очень понимает, для чего он живет, не очень понимает вообще, какой смысл его жизни. Какой смысл вообще в том, в том, что он делает, для чего он живет, а зачем он живет. Вот. Когда, когда, когда нет такого, такого вот, у человека четкого понимания, ну, вывод, то начинаются проблемы. Ну, вот. Знаете, ну, трудности. Вот. В частности, в частности, вот, трудности могут быть, ну, вот, такого рода. Как вы описываете, текст. Плэксмерти. Вы пишите, что, мне кажется, если звук на слайдблок, я могу умереть, или меня ограбить, или что-то приключится. Ну, вот, кстати, по поводу того, что у вас ограбят, наверное, три интересные истории. Здесь вы, как будто бы, реагируете, как будто бы, таким образом, таким способом, пытаетесь отреагировать агрессию. То есть, как будто бы у вас скопилось какое-то количество злости, как будто бы у вас накопилось. Определенное количество злости. Вот. И вы, вот, таким образом, таким способом, немножко странным способом, ее проявляете, ее выражаете, и, и, и реагируете. Вот. Конечно, это нужно исследовать. То есть, конечно, мы вам поможем, но это дело не одного дня, это дело не одной консультации. Вот. Вот. К сожалению, или к счастью, не знаю. Вот. И, соответственно, вы как-то к этому пришли, к вот данным своим чувствам и к данным своим эмоциям, к данным своим переживаниям. Вот. Что-то вы чувствуете, когда это происходит. Не только то, о чем вы говорите. Например, вы боитесь, что вас ограбут. Вот. Не только. Есть там еще что-то, но об этом вы, скорее всего, не догадываете или не замечаете это. Вот. Задача психолога в том, чтобы помочь вам это увидеть. Чтобы помочь вам это заметить. Чтобы помочь вам это понять. Для себя. Вот. Чтобы помочь вам это разобраться. Принять это. Вот. И. Я думаю, что вы, как мне кажется, слабой не являетесь. Потому что вы считаете, что страх от чего-то плохого. Вот. Ну. В какой-то степени. Правда сказать таком, что что бы не было. Что бы не было. Что бы не было. Что бы не было. Что бы вы не чувствовали. Это все равно вы. Это все равно. Это все равно. Ваша психоэмоциональная жизнь. Вот. И. Вы можете. От нее. Стараться. Значит. Как-то. Как-то. Дистанцироваться. Вот. Но. Всегда это. Получается с большим трудом. Потому что это и есть. Это и есть. Ваша жизнь. Сейчас. На данный момент. Вот. Что касается. Что касается. Того, что вам кажется. Кажется. Что. Несколько лет вы находитесь в депрессии. То. Здесь. Не нужно. В общем-то. Заниматься. Заниматься. Самолечением. Да. Вам. Достаточно. Будет обратиться. К. Специалисту. Вот. К. Клиническому. Психологу. Например. Психотерапевту. Психотерапевту. С медицинским образованием. Психиатру. Чтоб. Чтобы вам. О-о-о. Подспястили. Или. О-о. Под coalition. То, чтобы себя подозревать. Вот. То есть. �м… Ладно. Понимать. Какая у вас. Деппрессия. Если она есть. Да. Психогенная. Или эндогенная. Вот. Психогенная депрессия. это состояние депрессии, развивающейся из-за психологических факторов. А эндогенная депрессия, это депрессия, развивающаяся в результате физиологических, то есть биологических факторов. Вот, может это быть следствие нарушения обмена вещей, следствие нарушения работы органа какого-либо или следствие травм. Вот. А, ну, травм физических травм. Например, это может быть черепно-мозговая, допустим, травм. Вот, это может быть что-то еще. Понимаете ли? Вот. Какой момент. Вот. И, ну, это очень важно обратить вам свое внимание. Очень важно, чтобы вы, ну, позволили этому быть, чтобы вы разместили это в своей жизни. Вот. Чтобы вы постарались разместить это в своей жизни. Очень важен, как мне кажется, нахмонять для вас. Вот. Дальше, в принципе, уже будет очевидно, будет видно, вот, что вам делать. Но пока, пока. Пока. Пока так. Вот. Вот, в принципе, наверное, то, что можно вам сказать. То, что можно вам ответить сейчас с точки зрения психологии. То есть, работа со страхом, это, в первую очередь, работа непосредственно с вашей личностью. Вот. То есть, это непосредственно общение, это непосредственно взаимодействие с вами. То, что сейчас, условно говоря, вы говорите, да? Ну, предлагаете вы говорить, что мне нужна помощь борьбы со страхом. Вот. Хорошо, вам нужна помощь борьбы со страхом. Я понимаю, что вы сейчас делаете, вот, по факту. Да? Что вы сейчас делаете? Выбираете ли вы эксперта, с которым могли бы поработать? Или что? Или что-то еще? Вот, это важный момент, ведь, на самом деле. Поэтому, остается несколько неясным этот вопрос, остается для меня, по крайней мере, сначала. Да? Потому что, для такой весьма системной проблематики, вот, вы предоставили так немного информации. Вот. Вот. Информации просто подоставили вы, вообще, совсем чуть-чуть, чуть-чуть. Вот. Хотелось бы, конечно, побольше. Вот. Пока я бы сказал, что, о, страх, потеря контроля, Уэллс имеет место быть достаточно сильный страх, потеря контроля. Вот. Это первое. Второе. Это... Интерес к вашей собственной жизни, возможно. Вот. И, значит, подавляемая вами злость, подавляемая вами агрессия, может быть, которую вы привыкли скрывать, которую вы привыкли, может быть, не показывать людям. Ну, окружаешь. 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 Хотел это повторить. Это только. Мои предположения. Ни в коем случае не знаю, как обстоят дела на самом деле. Я сейчас только вот предполагаю. Вот. 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 Наверное. Наверное. Так. Как-то я мог бы вам ответить. Сейчас. С точки зрения психологии. Вам. Выбирайте. Я. Я. Международным. Спасибо. Специалистам. Выбираете психолога, с которым вы работаете и начните, собственно, работу. Да? Психотерапевтическую. Вот. Это вам поможет разрешить вашу стрельбу. Если не уверены, к кому обратиться, то можете написать свой вопрос еще раз. Страты написать его более развернуты, дать больше информации. И лично себе подать его вопрос. Сейчас вот у вас нет страха летать на дальнее расстояние. У вас нет ощущения депресса. Ну вот, да, предположим, предположим, что нету такого всего. Что вы будете делать тогда? Как вы будете распоряжаться, условно говоря, своей жизнью? Как вы будете своей жизнью управлять в таком случае? Почему это Валд? Почему это Валд? Валд – это в первую очередь, потому что если в течение нескольких лет у вас имеет место быть подобные истории, подобные ситуации. Вот. В течение нескольких лет. Такого. В то же вы довольно легко могли начать получать вторичный выгод. Вот эту. Вот. Что такое вторичная выгода? Это когда человек пребывал для себя в не очень приятной ситуации, пребывая для себя в не очень приятном положении. Вот. И желаю из этого положения, из этой ситуации выйти. Вот. А на самом деле из этого выходить не хочет. Потому что он получает, несмотря на определенный негатив, да, он получает больше. Больше. Он получает больше. А чем если бы он вышел? Вот. И, соответственно, начинается конфликт. Начинается, что называется, противоречие. Вот. Вот. Мне бы не хотелось. Чтобы. 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 Такими вещами. Понимались вы. Я бы не хотел. Чтобы. На. Такое. Вы. тратили бы. В свое время. В свое время. И силы. Вот. Потому что это тяжело. Энергозатратно. Мягко говоря. Это мягко говоря. Энергозатратно. Вот. Хочется, чтобы у вас все было в порядке. Для того, чтобы было все в порядке. Нужно. Как-то так. Надеюсь. Эээ. Ситуация вам. Теперь. Ээ. Стала более. Ээ. Ясна. Вот. Ээ. 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 Как они пооблелиом. Понятно. Надеюсь. Что. Для. Себя. Определенные выводы. Вы. Делаете. Ууууот. И надеюсь. Что. И удар вам. Писают ли dernier. Контекция именно. Ну. Обратительно. именно в контексте обстоятельств вашей ситуации, именно обстоятельств. Совсем хорошо и здорово было бы посмотреть, например, на вашей жизни в целом и постараться увидеть в ней в вашей жизни. Не предпосылки к этой ситуации, а сразу увидеть другие моменты, которые могли бы быть вам полезны, которые могли бы помочь вам переключить свое внимание, например, в тех местах того, чего вы боитесь на что-то другое. Например, на то, что вам в жизни интересно может быть. Так вот. Ну, глобал я имею в виду, конечно. Вот. Как-то так. Какой-то такой получился ответ. Это все. Надеюсь на обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Продолжение следует... Продолжение следует...